Депутат Государственной Думы от КПРФ Матвеев предложил ввести так называемый налог на развлечения. Теперь, по его предложению, 1% с каждого счета в кафе, ресторане или ночном клубе будет отчисляться в фонд поддержки семей мобилизованных. Я спросила об этом москвичей, как они к этому относятся. Отрицательно. Можете объяснить, почему так считаете? Не могу, просто отрицательно и все. Спасибо. Ну, можно тогда инициативу принимать не только при посещении ресторана, а в каждом гражданине, а в каких-то других еще заведениях. Как вы думаете, это необходимо? Да, я думаю, что нет. Спасибо. Пожалуйста. Я об этом не думала. Да, инициатива, да. Ну, не знаю. Я не думала над этим вопросом. Спасибо. А плохо? Почему, объясните. Ну, мне кажется, у нас есть налоги. Налоги – это обязательные платежи. Ну, вот, конкретный депутат это и называет налогом на развлечение. Мол, сейчас у нас такое военное время, и нужно, чтобы все абсолютно поддерживали. Ну, тогда, я думаю, стоит вводить уже военное положение и чрезвычайное положение, и тогда уже, в принципе, переводить экономику на военные рельсы. Пока, мне кажется, это не очень вяжется как-то. Ну, да, думаю, что у всех, наверное, некорректно. Но ввести такую, скажем так, помощь было бы неплохо. Чтобы была такая возможность у людей просто. Да, да. Только если по собственной инициативе, там, допустим, можно указать, да, я хочу поддержать такой-то проект, и один процент с вашего счета пойдет на благотворительность. Спасибо. 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 Первый раз слышу, но вообще, по-моему, ерунда. Даже бы не один, а два, три поставил. Действительно. У меня просто очень много знакомых-то. Поэтому. Ну, то есть, действительно, и всем им необходима помощь, поддержка. Да, да, согласен. Ну, знаете, я не слышала об этом, но, в принципе, я думаю, что неплохо. Если мы имеем возможность пойти в ресторан, в кафе, но почему не сделать отчисление? Вот если на эту тему, на помощь в мобилизованном, то я двумя руками за. Я сам военнослужащий, я знаю, что это такое. Я за. То есть, поддержка необходима, им ее не хватает, и лучше... Да, вот если на эти цели, то я двумя руками, да. Ну, в принципе, я бы согласилась. То есть, считаете, что помощь до такой степени необходима, что вот прям вот... Я не считаю, что помощь необходима, и я считаю, что помощь никогда не помешает. Отношусь индифферентно. Я думаю, что так будет правильнее сказать, как и ко всем происходящим событиям. Потому что выражать конкретную позицию, я думаю, что, во-первых, страшно, во-вторых, неправильно, если хочешь остаться в этой стране. Ну, мне кажется, это правильная инициатива. Надо помогать людям. 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 Ну, пока еще никак не отношусь, потому что я не развлекаюсь, но вообще, не знаю, надо подумать, интересная инициатива. Ну, против семей мобилизованных я ничего не имею, да. Ну, может быть, для владельцев этих ресторанов, кафе и, ну, как-то. Ну, у них есть господдержка, опять же. Если это малые и средние предприятия или предприниматели, у них есть господдержка. И очень неплохая. Если тут, это действительно эти деньги будут отчисляться для семей, я за. Считаете, что необходима такая помощь сейчас? Ну, конечно, конечно. И детям. Почему? Потому что у меня есть знакомые. Мои сотрудники одного чуть было не забрали в армию. У него двое малолетних детей. Приехала ко мне жена с ними, заплаканная. Дети такие шустрые, веселые, сидели в детских креслах. Ну, просто я сама слезы лила. Ну, его не забрали там по какой-то причине. Но, знаете, мы очень волновались. И я ему сказала, я с тобой поеду. Просто я руководитель, директор автошколы. И я хотела поехать с ним в военкомат. Ну, почему? Потому что очень маленькие дети. Кто же их будет воспитывать? А он хороший отец. Молодой, хороший отец. Но он сказал, я скрываться не буду. И он поехал в военкомат. Но его почему-то не забрали. Ну, он сказал, наверное, в очередной раз. Поэтому таким семьям, конечно, конечно. Я сама там собрала книжки в серию КС. Там собрала одежду, которая осталась от моих детей. Ну, в общем-то, в помощь. У меня учились такие мамочки. Мамочки дальше. Одна девочка училась у нее. Папа сам ушел. Оставил младшего брата на попечение. Ну, то есть я всячески им помогаю. Если учатся мамы троих детей, я им всем помогаю. Даже если у них мужей не забрали туда, все равно им надо помогать. О, это положительно. Конечно. Да, правильное решение. Вы считаете, что помощь нужна и вот так вот? Да, конечно. Я согласна. Спасибо большое. Прикольно. Хорошая идея. Поддерживаю. Вы что-то добавите? Согласна полностью. Такой опрос получился сегодня. И хочу обратить внимание, что, конечно, очень многие люди просто боятся говорить то, что они думают на самом деле. Поэтому, я думаю, отчасти поэтому мы получили именно такие ответы сегодня. Те люди, которые полностью поддерживают все, что происходит, говорят об этом открыто, а люди с противоположной точки зрения вынуждены говорить витиевато. Это печально. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-